Украинский политзаключенный Александр Костенко вернется в Украину в ближайшие дни. Об этом сообщила уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Гераченко в Фейсбуке. Она отметила, сейчас освобожденный украинец в сопровождении представителей украинского посольства на дипломатическом автомобиле едут в Москву. Ночевать они планируют в посольстве Украины в Москве. Александр Костенко спустя три с половиной года вышел на свободу из российской исправительной колонии Кирово-Чепецк Кировской области. В мае 2015 участника Евромайдана подконтрольный Кремлю суд Крыма приговорил к четырем годам и двум месяцам тюрьмы якобы за нанесение увечий сотруднику крымского Беркута в Киеве. После рассмотрения касационной жалобы срок уменьшили до трех с половиной лет. Отец Александра Федор Костенко заявил о пытках, с помощью которых оккупанты выбивали нужные им показания. У его сына уполномоченный Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова сообщила, что к освобождению Александра в Киеве готовились. Мы сейчас здесь его ждем. Мы уже нашли жилое помещение, где он сможет жить, потому что он не может поехать в Крым. Мы знаем, что приедет его мама в понедельник. Мы будем встречаться, обсуждать вопросы о будущем. Девять раз с начала суток российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с использованием запрещенных минскими соглашениями минометов. Как сообщили в Министерстве обороны Украины, потери в рядах вооруженных сил в результате обстрелов нет. На Луганском направлении враг применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Новолуганского и дважды по защитникам Крымского. Из такого же оружия боевики нарушали режим тишины на Донецком направлении возле Широкина и дважды около Маринки и Водянова. После 7 утра наши защитники Толоковки насчитали 7 разрывов минометных снарядов калибра 82 мм. Украинская МРИЯ вернулась домой. В 12.48 по Киеву Ан-225 совершил посадку на заводском аэродроме Антонова в Гастомеле. МРИЯ вернулась после выполнения контракта в Южной Америке. Из чилийского аэропорта Икики в боливийский Чиморе она совершила 12 рейсов, доставила 2000 тонн оборудования для теплоэлектростанции по 160 тонн за рейс. После модернизации ТЭС мощность энергосистемы Боливии возрастет на 66%. По пути в Украину из Чили МРИЯ сделала две остановки. Сначала в аэропорту Дакар, затем в Риме. Суммарно самолет провел в небе около 17 часов, преодолев почти 13 тысяч километров. Рейсы, сложность их заключалась в том, что действительно надо было четко выдержать расписание. Следующее, это то, что это полет через горы, тоже довольно сложно. Это необходимо было выдержать специальный режим для того, чтобы груз очень нежный. Это не должны были попадать в облака, не должны были попадать в болтанку. Взлеты и посадки должны были очень и очень аккуратно выполнены. Ну вот, так сказать, поэтому экипаж тщательно готовился к каждому полету и старались выполнить все так, какие требования предлагалось. Именно в этом, что тут расслабляться нельзя было. Бескрайние поля чеснока на границе с Молдовой. В Одесской области развивается крупнейшее в стране предприятие по выращиванию и переработке чеснока. Агропредприятия соответствуют всем европейским стандартам. Амбиции у аграриев тоже серьезные – завоевать свои продукции мировые рынки. Подробности в нашем следующем сюжете. Это, конечно, получше, чем те. Чего? Ну, это я, кто старый, но, понимаете, не так работает. На современных машинах Владимир с коллегами обрабатывает десятки гектаров полей с чесноком. Всего за несколько лет в Одесской области создали современное предприятие, которое занимается выращиванием и переработкой чеснока в промышленных масштабах. Производство отвечает всем европейским требованиям. В этом году получаем сертификат Global Gap, в последующем году получаем сертификаты ХАСП и ИСО. Это нам необходимо для работы с, в первую очередь, иностранными покупателями. После сбора чеснок складируют в эти огромные ящики и до осени отправляют сушиться. Предприниматели утверждают, склады способны вместить более тысячи тонн продукции. Пока что занимаемся накоплением, уборкой урожая, накоплением. После уборки урожая у нас будет время для того, чтобы расставить все оборудование, запустить все процессы, связанные с упаковкой, сортировкой, получением некоторых продуктов, которые связаны с консервацией, например. Компания занимается полным циклом производства. От выведения оздоровленных семян и выращивания качественного чеснока до последующей переработки и продажи. Продукцию продают и в Украине, и отправляют на экспорт. Юлия Крючкова, Всеволод Ананев, Александр Гонзий, Одесса, UATV. Около 300 интервью и более 50 часов бесед с основателем PayPal. Биограф Илона Маска Эшли Вэнс посетил украинский город Днепро. Автор книги Илон Маск, Тесла, SpaceX и Дорога в будущее приехал в Украину, чтобы рассказать историю основания крупных компаний. Презентация книги прошла в городе, где производят украинские ракеты «Зенит-2». Почему именно там, узнавали мои коллеги. Американский журналист Эшли Вэнс более 50 часов общался с инженерами и изобретателем Илоном Маском, чтобы написать про него книгу. Окей, начинаем. Звук есть? В Украине Эшли Вэнс впервые. Город Днепро выбрал не случайно. Год назад в интервью телеканалу CNN Илон Маск признал украинскую ракету-носитель, которую делают на днепровском заводе «Южмаш» одной из лучших в мире после SpaceX. «Зенит», она, наверное, лучше после наших. Мой приятель Маск и его компания занимаются ракетными технологиями. Именно поэтому я здесь. Приехал сюда, чтобы узнать об этом больше. «Зенит-2» – украинская ракета-носитель с высоким уровнем энергетических характеристик и безопасности эксплуатации. Впервые ее запустили в 1985 году с космодрома Байконур. «Я знаю обо всех проектах Маска. Проект из солнечной энергии, автомобилестроения, интерфейса, связанного с мозговой активностью. Он хочет создать интерфейс, который сможет читать мысли. Есть и проект по строительству тоннелей под землей». Как и проекты Маска, мировое признание получила книга о изобретателе. Издание стало бестселлером номер один по версии «Нью-Йорк Таймс», «Амазон Бизнес», «Волл-стрит Джорнал». «Сначала Илон Маск не хотел, чтобы я писал о нем книгу. Я 18 месяцев потратил на то, чтобы взять интервью у его знакомых, бывших девушек, близких людей, у его сотрудников. И когда я собрал эту информацию, Илон разрешил мне написать эту книгу». Чтобы встретиться с Эшли Вэнсом, Татьяна Люлька приехала из Киева. Книгу купила сразу, как только издание появилось в Украине. «Кто такой Илон Маск для Украины?» «Я думаю, что это один из шансов, чтобы аэрокосмическая отрасль отделилась от военной отрасли и начала развиваться». После визита биографа Илона Маска в Днепре ждут и самого героя книги. Арина Потоцкая, Константин Устюжин, Днепро, UATV. И самый жаркий день в году на Пиренейском полуострове. Температура в большинстве регионов Испании и Португалии превысила 40 градусов по Цельсию из-за сухих ветров из Сахары. В португальском регионе Ален Тежо прогнозируют температуру 47 градусов. Ветеорологи сообщают, такая жара продлится минимум до воскресенья и может подняться еще на 2-3 градуса. Медики предупреждают об угрозе тепловых ударов и опасности длительного пребывания на солнце. Я был в Валенсии и Барселоне. Там уже было жарко. Но этот город, по-моему, самый жаркий. Вы должны быть в тени, потому что невозможно выдержать такую температуру и палящее солнце. И вы должны пить много воды. К этому часу пока что все. Больше новостей вы можете найти на нашем сайте. Спасибо, что смотрите следующий выпуск. Через 2 часа не пропустите и будьте в курсе происходящего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова